Офигеть, друзья, еду к следующей локации, снимать для вас видео, проезжаю просто, проезжаю дом, обычно спальный район, посмотрите, освободители освободили людей от жилья и квартир, охренеть, просто обычный дом в обычном спальном районе, смотрите, левый торец, вообще три этажа, просто отсутствуют три этажа, охренеть. Пришли освобождать, офигеть, смотрите, на видео оно даже не так сумрачно смотрится, жесть, просто нету трех этажей, охренеть. Друзья, всем привет, Паша на связи, Киев-Украина, на календаре у нас середина, можно даже сказать уже ближе к концу октября, осень в самом разгаре, люди стали надевать первые шапки или первые люди первые шапки, И, друзья, вы знаете, те, кто подписан на канал, недавно видели голосование, недавно видели голосование, куда вы хотите меня отправить. И мы выбирали финалиста двух вариантов, из двух вариантов, Варус и Сильпо. Вы знаете, судя, глядя на голосование, я понял, что с отрывом в несколько процентов, конечно же, победил Сильпо, Но эти несколько процентов, это ничто по сравнению с какими-то глобальными цифрами, поэтому, я думаю, никто не будет против, если мы сегодня отправимся в Варус. И если вы готовы, конечно же, прожимаем палец вверх, конечно же, ставим фото-байку лайк, конечно же, подписываемся, потому что я знаю, что дофига из вас смотрит это видео без подписки. Прямо сейчас просто опустите глаза вниз и посмотрите, подписаны ли вы или нет. Если нет, исправьте это, мне будет приятно, поклон вам просто до земли. Друзья, что такое Варус? Варус – магазин, которых в Киеве достаточно немного. То есть, если сравнивать с сетью Новус, с сетью Фора, АТБ или какие-то Сильпо, Экомаркеты, то он проигрывает существенно. Прямо возле меня Варуса нет, и поэтому это еще один повод туда отправиться. Но, друзья, если говорить про то, куда бы я лично пошел, выбирая между двумя вариантами Варус, Экомаркет – я бы пошел Варус, Варус АТБ – я бы пошел Варус, Варус Фора – я бы пошел Варус, Варус Новус – есть моменты, о которых я дальше расскажу в видео, но, возможно, тоже Варус. Друзья, я нахожусь на Дарницкой, на метро Дарница, хотел сказать, Дарницкая площадь, и перед вами дитячий свит, да, детский мир. Раньше он назывался дитячий свит. Сейчас тут, видите, вот такая вот пристроечка, как говорят добрые люди, это будет парковка. Если это действительно будет парковка, это будет супер. Если это будет вторая половина вот этого детского мира, это будет тоже супер, потому что детский мир на сегодняшний день, ну, это какой-то трэш, это просто, ну, это, это, ну, я не знаю, кто туда ходит, потому что ты заходишь. Я не знаю вообще, как он выдерживает, как он выживает, потому что там просто перекати поле, пустота на разных этажах. Но сегодня не об этом. Сегодня мы говорим про то, что на первом этаже этого детского мира, я об этом знаю, в принципе, все, находится вот как раз Варус. Не обращайте внимания на вот эти вот дороги, обычное явление в обычном спальном районе обычного города Киева. Давайте, я уже жду, чтобы кто-то из вас написал. У нас такое было в 90-х, 30 лет назад, 40 лет назад, 50 лет назад. Давайте, даем 3 секунды, пока я перехожу в неположенном месте дорогу, чтобы вы это дружно все сразу, все сразу написали. Так, переходим дорогу и попадаем на противоположную сторону, где на первом этаже у нас Варус и куда мы сразу сейчас и отправимся. Друзья, хочу вас сразу попросить, если вы хотите, чтобы я отправился в какой-то конкретный магазин, который вас интересует, да, или конкретную какую-то локацию. Ну, кто-то писал там, не знаю, там авторынки, кто-то писал там какие-то, ну, короче, не бойтесь, напишите это. Я каждый комментарий вижу, я каждый комментарий читаю, я каждый комментарий впитываю в себя эту информацию. Не на каждый комментарий я реагирую по понятным причинам, но все их я читаю. Интересные мишки, классные мишки. Ладно, давайте не будем отдаляться, не будем отставать. Супермаркет Варус с 7 до 11 утра, с 7 утра до 11 вечера работает. Кстати, друзья, кто не видел, в прошлом видео я посещал рынок на юности, продуктовый рынок на юности. Если вы еще не посмотрели, обязательно загляните, зайдите и посмотрите. Довольно интересное, познавательное, информационное видео у нас вышло. Так, давайте глянем у нас, что у нас с фруктов. Мы начнем по фруктам. Немного неудобно в том плане, что, глядя на фрукты, мы должны смотреть вверх. Так, ну, грейпфрут, грейпфрут у нас 119, лимончики у нас, я буду смотреть на лимон и озвучивать цену просто глядя вверх. Лимоны 99, так, яблочко у нас 49, маленькие. Ну, яблоки дорогие, очень дорогие. 49, семеренко 49, принц 35, яблочко 35. Голден 33, ред чиф 30, ну, короче, яблоки, яблоки, не знаю, не по красоте, я бы сказал. Груша украинская, 39 гривен. Сразу, если мы, да, мы берем грушку, к примеру, кнопочка 18, не знаю, кто такое придумал. Ну, вы все сразу на кассе вешают, взвешивают. Тут, видите, можно взвесить так. Так, не будет лишним, наверное, сказать, что сейчас у нас будний день, и поэтому в магазине, возможно, меньше людей, чем вам хотелось бы. Кто-то из вас спрашивает, что, так, апельсины 89, кто-то спрашивает о том, что, ой, почему так в магазине мало людей. Друзья, ну, когда в магазине толпы людей, да, в час пик выходного дня, мне некомфортно ходить, мне некомфортно снимать, потому что мне нужно протискиваться между людьми, каждой позицией, смотреть цены, заплечь, ну, как бы, мне не сильно комфортно. Поэтому я прихожу и выбираю время тогда, когда у меня есть на это время, и когда людей минимальное количество. Так, бананы 59, перчик у нас 49 зеленый, капуста молода 49, помидорка, грунтовая сливка 49,90, ну, 50 грн, да, если округлить, белозерка 24,90, киш-миш 119, ну, на рынке, к слову, он стоит где-то до сотки, да, где-то можно 89 найти, 100, 110, тут 119. Ну, тут, в отличие, да, от рынка, вы можете сами взять, вы можете сами наложить, как бы, сами выбрать. На рынке нередко, я сам с этим столкнулся вчера или позавчера, продавцы сами хотят накладывать на вопрос, а почему? Они говорят, ну, вдруг вы там, мы в перчаточках, а вы берете просто голыми руками где-то ноготки, да, там, встряли в сливу или в эту грушу и все, и потом мне ее на утилизацию. Ну, в какой-то степени я с этим согласен. Ну, иногда, знаете, под видом мы сами, продавцы, могут вам наложить не совсем то, что вы ожидаете, имеется в виду кондиция. 178 гривен, дамские палочки, стоит вот такой вот виноградик, тоже очень крутой, очень крутой в том плане, что, видите, он большой, пару семечек и все. Так, чили перец, гиркий перец, кто нас спрашивал, 49 гривен, да, 50 гривен он и на стоит, перчик чили. Червоный перец у нас, а тут, кстати, нет, 142, это почери, чуть не могу понять, перец гиркий зеленый 49, а тут перец гиркий красный, червоный 254. А в чем отличие, кто знает, и тот гиркий, и тот гиркий, а ну, шеф-повара, напишите в комментарии, потому что я, честно говоря, в различии аж в два раза не понимаю. Так, помидорки у нас, помидорки-помидорки салатник 89, вот тут вот, чтобы вы мне верили, помидорку Мато 149, это вот этот, если я не ошибаюсь, капуста пекинская 59, цветная капуста 75, 75 гривен, огурцы, огерки 129,90, 130 гривен, если мы округлим, это у нас салатный огерок, а точно такой же, но теплычный, чем он отличается, смотрите, чем отличаются вот эти два огурца? Вот этот салатный за 129, а вот этот тепличный за 89 гривен. Картопля с цибулой, ничего себе, картопля с цибулой 450 грамм 74 гривны. Ну, давайте посмотрим, где это у нас с картопля с цибулой. Не вижу я, на какой картопля с цибулой. Странно. Картопля мыта свежая, но это понятно, это вот это, это тоже мыта свежая. Картопля с цибулой я не нашел. Это камера. Рассказываю цены, которые в магазине «Варус», чтобы люди знали, что «Варус» хороший магазин, мне нравится. Мне даже, знаете, «Великое кишенье» нравится. Я набываю. Набываю. Сама будет далеко. Да. «Варус» мне нравится. Такое, много позиций, брендов, которых в других нету магазинах. Сметана, молоко, там очень... Я тоже такое два магазина, «Зода» и «Ваша». Ну, который поближе, наверное, да? Ты больше ничего не делаешь. Понял, все. Городня вам. Так, яблочко 24,90. Капусточка обычно 29. Купил недавно качан капусты, ну, поменьше. Половина ушла на пирожки. У меня был такой тест-драйв пирожковый. Тесто не взошло, и получились пирожки очень такие подозрительные. И капуста, вторая половинка у меня ушла на тушеную капусту. Так, что у нас еще есть по картопле? Давайте картопля. Это у нас 2,5 кг, 49,90. То есть это, я так предполагаю, вот это вот, 2,5 кг. Делим 49 на 2,5, и получаем сколько? 20 гривен, да? 20 гривен капуста. Так, морковь 21,90. Ну, картопля 16,90. Ну, картопля мощная. По крайней мере, сегодня, сейчас. Средняя цена на картошку где-то 25, 30, 35 гривен даже на рынках. Тут, ну, я бы не сказал, что она какая-то прям убитая жизнью, но картошка за 16,90, со скидкой 23%, это нормально. Так, цебуля тоже, скидка на цебулю была 14,90, стала 13,90 за килограмм цебули. Чеснок, 149. По рыбке, давайте глянем, что у нас по рыбке есть. Ментай, вот тут вот, делаем тут, вот, ментай. 152 гривны, 15 гривен. Горбуша, 21. Дорадо замороженный, 26. Кстати, тоже удобно, замороженная Дорадо, не обязательно свежую покупать. Я на самом деле покупал и замороженную. Я даже так, покупал свежую, замораживал, потом через неделю, или когда захотелось, я ее доставал. И я, честно скажу, у меня получалось не хуже, чем если покупаешь свежую. Так, форель у нас 299, вон там в уголку, если вам видно. Себас 274 за килограмм, треска 179. Что у нас еще интересного есть? Кальмар 279, тунец 599. Так, крабовые рыбные палочки, 235, вот тут вот у нас 235. А крабовые палочки не вижу, 144. Крабовые палочки без крабового мяса. Так, креветки 599 слева и 369 справа, и аж 294 самые такие. Ну, вигляд у них, я так скажу, що не ахті. Тобто, якщо б мені, якщо б я захотів креветок, я б, мабуть, такі креветки не дуже спокусився купувати. Якісь вони трохи вицвітші, та трохи, трохи виглядають якісь сушені. Знаєте, типу вони тут вже живуть на перший тиждень. Але все може бути, не знаю. Оці креветки нормально, 3299, вот эти вот. А вот эти, конечно, десь к ним вопросы. К креветкам, имеється віду. Так, короб 30, це за 100 грамм. 3189, білый амур 3189, тавстолоб. Кстати, очень удобно. Вот я поймал себя на мысли о том, что необязательно, по сути, покупать целую рыбеху. То есть вы покупаете один стейк этого, один стейк этого, один стейк этого. І все, і определяєте, що вам більше всего нравится. Не треба цілу рыбу покупати, щоб она у вас неделю лежала в морозилці, в холодильниці. Короб чищений, патроны 18, лящ 16, дорадо, охолоджена 37, це за 100 грамм. Форель патроны 35, голодь 28. Форель, кстати, нормальна цена на форель стейк 59. Очень вменяемая цена, я так вам скажу. Форель филе 65 тоже, очень вменяемая цена 65 гривен. Так, там вдалеке у нас лосось размороженый 36. И даже есть еще шупальца кальмара дефростоване 29 гривен. Ну там с копеечками. Тут у нас повторяется, вчера на рынке на Дарнинской площади, до того, как появился дождь, купил натотеню. Заморозил, будем ее смажить скоро. Первый раз за три десь роки. Вона зникла десь три роки тому. И зараз знову з'является трохи натотеню. Коштует его на 200 гривен. До речи, я куповал на Дарнинской площади за 200, 250 десь мне вышло за кило. Тут 19-20 гривен за натотеню. Это, к слову, друзья, к тому, почему мне нравится Varus. Да, мне сюда не столь удобно как бы ходить, добираться. Но если я его вижу где-то в Киеве, как я уже сказал, я его выберу, скорее всего, среди других магазинов. Ну, может быть, не на первом месте, но есть. Тут очень много позиций, очень много позиций со скидками. Вот, смотрите, слойка с равлоком. Слойки с равлоком. Ничего себе. Это слойка с улиткой. Равлок – это улитка. Ничего себе. Какой ужас. Я, кстати, когда-то пробовал улитки, когда они только-только появлялись в Киеве. Жесткое мясо, не знаю, мне оно как бы, ну, так, постольку-поскольку. То есть, я бы не сказал, что оно прям понравилось, не сказал, что не понравилось. Нормально, жестко такое мяско. Давайте посмотрим по готовой рыбке, что у нас есть для алкоголиков и тумиадцев. Бычок у нас 84 за 100 грамм. С мушкой кальмара 89. Я не буду каждую позицию называть, просто вы сами можете посмотреть. Вот мой в этом вдалеке 21 гривна. Лящ вяленый 28. Судак вяленый 79. Палтус. Что еще? Скумбрию давайте вам покажу. Вот скумбрия у нас холодного копчения 39, осоледать 17 холодного копчения. Есть у нас скумбрия, это горячего копчения 29,54. Селедочка. Вот там вот вдалеке 19 гривен, 20 гривен, если округлить. И скумбрия соленая тоже 23 гривны. Килька. Килька, где у нас килька? Не вижу кильку. Ага, вот у нас килька, прям под нами. Нет, это салака. 10 гривен. Мидии 34. Ну, короче, ценники видите. Салатик 21. Не будем долго тут останавливаться. Так, давайте дальше глянем, посмотрим, что у нас по мяску на сегодняшний день есть. Так, курка, крыло 7,99, то есть 79 гривен за 100 грамм было 93, сейчас по скидке 14%. Это у нас мясо гомилки. Кстати, вчера в Ашане была скидка, вчера в Ашане купил за 78 гривен мясо гомилки. Обычное стегно 96, а это было 78. Курка филе 15,49, то есть 154 за 100 за килограмм, грудка 139. Ноги четверть 64,64,90. Так, по мясу. Из мяса у нас ковбаски 15,99, ковбаски домашние 12 за 100 грамм. Голубцы, вот тут вот вдалеке я вижу голубцы 15,99. Фарш индичи 17 за 100 грамм. Котлетный 159, домашний 153. И давайте глянем еще яловичину. Яловича, шия 289. Яловича, это застегнова частина, 299. Вот там вдалеке грудинка яловича, вон там вдалеке 174. Подчеревина 169, биток 244. Так, рулька 105. Свинячая лопатка 156 за кило. Свинячая рулька 89. Вот там вот, вон там вдалеке. Они маленькие, я обычно, если рульку покупаю, стараюсь ее побольше купить, чтобы вес кости не сильно играл. Свинячий ребро 179. Но ребро свинячий что-то дороговато. Обычно оно до 140, до 130 где-то стоит. Корейка 194, свинячий гуляш 179. Так, салатики для желающих сразу. Салатики по салатикам 129. Вот такой вот салатик взорваную яловичную. Бачьте, вот такой вот интересный салатик. Друзья, как вам идея взять, допустим, в разных магазинах, купить разного рода салатики, продегустировать и сделать свои выводы? Напишите в комментариях. Так, витаминный салат буряк 199, винегрец квасолую 170. Тоже 9. Сверху у нас компот ягодный. Видно, даже там полунице еще плавает. 29 за штуку. Из того, что было бы интересно тут отведать, да, ну, например, филе куричи смажено 28,90. Нагетсы у нас 20... Да, да, буквально 5 хвилин тому. Так. А у них, не знаете, тут нема типу ввеч... А, вот есть, да, ввечері приходите, 20%, да, с... А, нет, это не ввечері, это врань, наоборот, з 8 до 11. А буває, знаете, на вечері після 20 десь години, иногда заходжу, дивлюсь, такие черги стоят. Все работы идут, то скуповывают, просто все размятают. Ну, это, кто не хочет готовить дома. Это я. Да. Ну, по вам не скажешь, вы такая бабуся, которая хочет готовить. Так, сырнички у нас 27,90. Икра баклажанная, 18,90. Изобири, видите, как хорошо. Да, 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 да. Да. Удобно, удобно. На любой вкус. На любой вкус. Так, пирожок 11. Да-да, я смотрю, пирожок 11,90, с мясом 13, куб дарі. Я люблю куречку. Мабуть, все ее люблять. Так, курчата табака, 24. Ага. А ты тут немає, щас тут не роби. Когда свеже, то все вкусное. И оливье, и винегрет, и курица, и было бы... Были бы деньги, да? Картопля, барбекю, 18,90. Вы давайте вам взвесить же. А, ли вы взвесили, да? Я взвесила. А, понял. Я щас думаю. Так, картопля, 18. Курча, 24. Так, по пицце, кстати, очень удобно. Вот тут вот готовят пиццу, тоже когда-то брал. Ну, обычно оставляют уже готовые. 149, средняя цена, да, вот где-то 130-140 пицца. Папперони с сыром, морепродуктами 209, самая-самая дорогая. Тут же готовят, тут же сразу подходите, берете и погнали. Тортики. Тортик шоколадный, 53, это за 100 грамм. То есть, 530 вот этот вот тортик, 530 за килограммчик. Сладкоежки, привет. Тут у нас торты, вот в отличие, друзья, знаете, в отличие от многих других магазинов, типа Новусы, типа Нашаны. Нашаны, там все торты, ну, не все, но большинство тортов, большинство тортов на прилавке, они с Рошенов всяких, да, БКК и Рошен. Тут большая часть прилавка, да, если вот вы так оцените взглядом, вот там вот идет прилавок, он начинается, потом тут идет прилавок. И вот буквально треть, ну, может быть, даже меньшая половина, это вот такие фирменные, да, БКК-вские, БКК-зефир, тисточка заварней, да, тоже очень пользуются популярностью, 151 гривна. Мне лично нравятся, очень нравятся такие заварные. И, собственно, тортики, тортики БКК. А тут, кстати, я Рошена не вижу. Первый магазин, где, наверное, я не вижу Рошена. Все БКК, смотрите, все БКК. БКК, тарта еще есть какой-то, грильяжный 569 БКК. БКК, 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 Медовик даже тоже в свое время. Просто мы каждую неделю покупали вот такой вот БКК-шный медовик. 265 гривен, 700 грамм. Потом, знаете, как дети наедаются манкой в детстве, мы наелись медовиком от БКК. И после этого уже как-то что-то хочется иное. Чем этот магазин удобен? Удобен тем, что, видите, он намного, в принципе, просторный для того количества людей, на которые он рассчитан. Вот оцените взгляд, да, обычный будний день. Никаких толп, никаких очередей, большие проемы, да, большие вот такие вот междурядья. И в целом, в целом, то, что я вам говорил, в целом, те позиции, да, которые тут есть, они, их нету в других магазинах. Просто взять даже хлеб, да, вот мы подошли к хлебу. Хлеб пшеничный, тигрис, 6,95 за килограмм. Берете хлеб, взвешиваете, ну, выйдет там, может быть, гривен на 30. Хлеб пшеничный киевский. Багет гречиный. И еще один багет на... Ой, вибачте. Еще один багет на артезианской закваси. Багет артезианской на закваси. Что-то я совсем не сталкиваюсь сьогодні. Булка с добной, с корицей, 17,99. Берете булочку, если хотите. Да, ну, в том плане, что удобно, да, вам не нужно кого-то звать, ждать. Хотите булочку с корицей? Взяли, вот сюда телепортировали. Положили, нажали, натиснули. И определили ценник. Булочка, рулет с маком, 16,39 за 100. Ну, изобилие для сладкоежек, конечно, дай бог, дай бог. То есть, просто, знаете, вот, когда заходишь, глаза разбегаются. Не в каждом магазине тоже такое есть. Учитывая, что тут даже они все печатают. Ну, все они все пекут многое сами. Вот, целый, видите, целый отдел всякого рода печенюшек, сдобных, не сдобных, детских пряников и тому подобных. И вот мы дошли с вами, друзья, до отдела с молочкой. Вот вы сейчас сами даже... Добрый день. Добрый. Скажите, я вам могу чему-то допомогти? Ну, если хотите, можете экскурсию провести. Ну, давайте. Я рассказываю людям, що чим багатьому подобається Варус. Було багато, ну, інших торгових марок, которые в других магазинах немало. Ну, я людей не снимаю, просто ціни і все. Ну, просто без мінусів, нічого поганого не кажу. Просто, ну, як, знаете, багато хто не згадується, да, що взагалі такий магазин є. Ну, да. Я обираю, да, між Варусом, да, там, форою, я завжди йду Варус, мені подобається. А тут люди кажуть, так, Паша, сходи, Варус, бо там цікавий магазин, то я був поблизу, то думаю, дай зайду. А вам подобається? Якщо ви бираєте між Форою, АТБ, Варусом і Новосом, я піду Варус. Я піду, дозв'явлю. Бо, що мені тут подобається, ось особисто мені, те, що тут багато, як там назвати, торгових марок, да, котрих нема в інших магазинах. Я, наприклад, в шоці, ну, я розумію, там, вона трохи підпорчена, картопля 16 гривень, ну, спробуйте десь зараз знайти. Ну, це другий гатунок. Ну, так, ну, я розумію, але, да, але все одно, якщо в інших магазинах там знижка, коли вже воно все треш, то у вас знижки, ну, коли ще там багато можуть люди використовувати тісто, я постійно беру, бо дуже добре і недорогое. Тому вам, як представнику Вареса, просто респект можна поки поставити. Думаю, що якщо, коли люди подивляться відео, то просто, можливо, теж, хто тут чи не був, теж прийдуть сюди. Скажуть, скажуть, вам теж дякую. Ну, якщо ви не проти, я трохи. Я не проти, я просто можу чимось допомогу. Бувають люди приходять, кажуть, шукаю там комусь в лікарню треба, то ще кудись, тому треба мене допомогати. Дякую, дякую, дякую. Ну, сласка, гарно вас. Дякую, 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 гарно. Давайте ще посмотрим по ценникам. У нас на сыр, сыр кисломолочный, белоцирківський, 36, 180 грамм. Покупаю или этот, или этот. Ну, обычно, если для сырников, то вот этот вот. Что я вам говорил про бренды? Вот возьмите просто сырок. Да, вот обычный сладкий сырок, какой я очень люблю. Вот такой сырок, например, я нигде в других магазинах не вижу. Вот какой-то варта, да. Вот эти вижу, да, эти без проблем. Боложковый пол и вижу, эти вижу. Злагода вижу. Вот эти вот фани тоже вижу. Но есть цирки, да, вот сырок раз, вот сырок два, вот сырок вот такой вот три, и которых в других магазинах я, ну, может быть, если и вижу, то редко. По молочке тоже. Видите, молочка у нас тоже злагода есть. 3,2% за 2 литра живых, настоящих 2 литра 108 гривен за молочко. Простоквашено 2,5%, 47% за 870 грамм. Да, вот еще один, тот же самый бренд, молоко. Вот интересно, кто производитель варта. Давайте посмотрим. Вырубный Камьян-Эцподильский, Хмельницкая область. Адреса потужностей. СМТ Новоушица, Камьян-Эцподильский район. Ну, то есть, почему нет, да, если он пробился. На самом деле, почему в других, во многих магазинах нету вот этих самых брендов? Потому что им очень сложно пробиться. Очень сложно пробиться уже в насиженные места, в насиженные прилавки, где все занято. И поэтому, допустим, вот эта варта, ну, большой респект. По поводу теста, которое я периодически покупаю, которое мне нравится, не знаю, ну, вот такая лень. Тесто, тесто для пиццы. Смотрите, ценник 79 гривен за килограмм, 51 гривна вот за такую вот, за такую штуковину. То есть, примерно это выйдет где-то, тесто на заквасти, ну, штук, наверное, на 4 пиццы, примерно. Примерно на 4 штучки у нас и выйдет. Почем у нас на сегодняшний день сметанка? Вот сметана тоже, где вы видели вот такую вот торговую марку, Смако Веньки. Где она производится? Производится она у нас, друзья, Днепропетровская область, Миста Крывый Рих. Все, вопрос снят. Вот сметана, смотрите, ХМЗ. Не ХТЗ, не путайте с ХТЗ. ХМЗ. Это у нас адреса потужностей. Так, снизу у нас Харьковский молочный завод. Харьковский молочный завод. И ценник, смотрите, Харьковский молочный завод, пливка 39 гривен в сравнении с другой сметанкой, которая стоит там 47, 47, злагода 47. То есть можно выбирать. Вот, допустим, еще какое-то, да, выгода. А, это уже не сметана. Это у нас за 19 гривен что-то похожее на молоко в мясный продукт. То есть нужно внимательно смотреть. Рядом лежит сметана 55, простоквашина. А молоко в мясный это сметаной назвать сложно. Тоже продукт сметаны 21 гривна. Видите, вот такая вот штуковина. Простоквашина 15 гривен. Сметана. Вот еще одна сметанка. Тоже ни в Ашанах, нигде я такой сметаны не вижу. Это у нас Харьковская. Ну, наверное, тоже Харьковская. Вырубник Харьковский молочный завод. Место Харьков. Видите, 30 гривен. Где вы найдете сметану 20-ти процентную, 20-ти процентную, друзья, за 30 гривен. Почему скидка? Скидка 37 процентов. Вот давайте просто посмотрим, когда она произведена. Срок годности до 3-го, 11-го, 24-го. Ну, то есть еще есть, да есть. Тут у нас сметана 44. Тоже такую выгоду я еще не видел. Ну, короче, к чему я? К тому, что много-много-много позиций, много того, что нет в других магазинах. Вот сравните. Вот я сейчас иду, пустой ряд, да? То есть людей нету. Для удобства тех, кто тут ходит и закупается. Что у нас по пельменям? Давайте глянем. Пельмени стартуют от 73 гривен за килограмм. 74 гривны за килограмм. Есть 93 за килограмм. Есть 124. Вареники 95. Это такие, ну, я не знаю, как их назвать. Такие, которые не от именитых брендов, типа 3 видмеди и тому подобных. Но я думаю, что на вкус они не сильно будут отличаться. По маслу. Масло на сегодняшний день, если у нас на рынках оно стоит, да, порядка где-то там, ну, я не знаю, там в 2-3 раза дешевле, то тут у нас масло Хуторок Руть 104, 90. Это за 200 грамм. Живые, реально 200 грамм. Масло Ферма 96. Ну, масло, конечно, это жесть. Это хоть сам готовь масло. 96. Вот посмотрите, оцените взгляд. 85, 80, 86, 98. Снизу тут у нас масло 81, Харьковский 56. Вот, кстати, Харьковское масло интересно. С Харьковского завода 56 гривен 96 копеек. Ну, короче, ценник на масло просто какой-то заоблачный. Я не знаю, почему так дорого стоит. Поясните. Белоцерковское масло, да, 95 тоже просто. А, это безлактозное, оно дороже. 95, это масло безлактозное. Почему так дорого стоит масло? Я даже не представляю, что его производить начали меньше или почему. Мороженое от 25 гривен, 25, 39. Мороженое 8,90. Где, друзья, вы видели мороженое за 8,90? Кто у нас производитель? Производитель Миста Полтава. Миста Полтава. На ценник, который стоит мороженое, допустим, 35, да, можно купить кучу-кучу-кучу обычных вот таких 8-гривневых мороженок. Что мы еще с вами не смотрели? Давайте глянем еще чипсы, посмотрим алкашку и будем уже с вами делать выводы. Чипсы, которые я так люблю называть, горят. Да? Что значит горят? Это значит, что они из бумаги. 10 гривен, 17 гривен, 17,50. Чипсы, которые, возможно, не горят и, возможно, они несут какую-то ценность для вашего живота. 58 гривен. Ну, шучу, конечно, не принимайте все. Всерьез 58 гривен. Упаковочка лейса 58, 61, 71. Люкс 51 с паприкой. Люкс с паприкой 51. Так, ну и алкашка. Давайте алкашку посмотрим. Вино. В соседнем ряду там гремят бутылками, расставляют, поэтому мы сегодня по вину. По вину давайте вот так вот сделаем. Просто я делаю 5 шагов и поворачиваю налево. И смотрим на уровне глаз, что нас ждет. Раз, два, три, четыре, пять. Поворачиваю налево и на уровне глаз мы видим. Вино бланко, белое, сухое, Испания, 199 гривен. Чуть выше, 249, Испания, 0,75. Тут у нас подурунковый такой формат. Видите, 449 гривен. Это у нас 2 по 0,75. Подурунковый набил белое то рожевое винишко. Из того, что я вижу, самое дорогое тут. Давайте глянем. 569 винишко из Индия, Мадейра, Португалии. Не понял. И Индия, и Мадейра, и Португалии. Все в одном. 569 гривен. И еще я вижу 429 гривен. Верона из Италии, 429 гривен. Вот такие вот винишко у нас по ценнику, из тех, которые подороже я вижу. Так, ну что, друзья, мы с вами прошлись по... Опа! Чуть не врезался в дверь головой в зеркальную. Что мы с вами? Прошлись по магазину Варус. За моей спиной он находится солнце. Просто не нарадуюсь, когда, знаете, солнечная погода. Просто шик, блеск и красота. Магазин Варус в детском мире на метро Дарница. Итоги. Давайте сделаем небольшие, подведем итоги. Потому что это один из двух магазинов, напомню, за которые вы проголосовали. Один из двух наших финалистов. Мои мысли по поводу увиденного, мои мысли по поводу услышанного. Первое, что мне бросилось в уши, это позитив продавцов по сети, позитив покупателей. Ну вот как-то так сложилось, что во время съемки этого видоса так сложилось, что мы пообщались и с покупательницей, да, бабулечкой, которая не любит готовить. Первый раз, наверное, такую бабулечку вижу. И с администратором, или кто она там была, которая тоже очень приветлива, нормально, чем допомог ты и так далее, и так далее. По ценникам очень вменяемые скидки, реальные. То есть я не перестаю повторять, что, наверное, в топе моих магазинов на сегодняшний день в Киеве это Велококишение и это Варус. Велококишение и Варус. По ценам вы сами все видели. Друзья, если вы досмотрели до этого момента, конечно же, вы прожмете палец вверх, конечно же, вы напишите какой-то коммент, не знаете, какой коммент написать. Напишите просто одно слово, андатра, и будет счастье и вам, и мне. Почему? Потому что я буду понимать, что вы смотрите, вы на связи. Ну и, конечно же, если вы до сих пор не подписаны, а это около, это куча людей, это подавляющее большинство людей. Если вы смотрите этот видос, есть предположение, что он вам интересен. До новых встреч в новых видосах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok